Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. Ну, мы уже с этой программой выходим в эфир где-то примерно полгода. По традиции вспомним о некоторых знаменательных событиях в жизни нашей армии российской. Это 1 октября праздновали свой праздник наши сухопутные войска. 4 октября военно-космические силы. И мы с большим удовольствием поздравляем всех, кто имеет отношение к этим замечательным видам вооруженных сил с этими прошедшими праздниками. Желаем, чтобы для пехоты всегда было мирное поле, а для военно-космических сил всегда был мирным космос. Ну, за время выхода нашей программы у нас в гостях побывало очень много людей разных профессий, разных специальностей, в том числе военных. Разных званий воинских. Но одно объединяло это все были лица мужского пола, все были мужчины. Сегодня мы решили изменить данные традиции и пригласили наш эфир очаровательную девушку. Зовут ее Анна Фомичева. Я с большим удовольствием представляю актрису Петербург-концерта. Анечка, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Можно сказать, ты в нашей программе как первая дама, с чем тебя и поздравляю. Открываешь, так сказать. Несмотря на то, что у войны не женское лицо, но может быть даже вот так и назовем под рубрику нашей программы «Честь имею», куда будем приглашать именно женщин, лиц женского пола. Но хочу пояснить, что не просто так пригласил сюда актрису Петербург-концерта. Аня еще и у нее другая, не менее важная, ну как бы сказать, должность жизни, если так не обидишься выражусь. Она жена офицера нашего боевого товарища. И поэтому, конечно же, одна из причин, которые я пригласил именно ее сегодня сюда, в эту студию. Аня, ну давай, я уже много говорю, немножко поговори и ты, иначе зачем я тебя тогда сюда пригласил. Расскажи немножко о своей жизни, так краткая, как говорится, биография. Вот, и каким образом ты стала актрисой, это твое призвание, желание там и так далее. Ну, в общем, двух слов. Не знаю, насколько кратко получится, поскольку я родилась... Ну, полчаса у нас есть. Да, я родилась здесь, тогда еще в городе Ленинграде в 1974 году. И, возможно, ну вот говорят, да, какие-то мелочи предопределяют нашу жизнь. Вот такая мелочь случилась в моей жизни. Правда, мама мне рассказала об этом, когда в восьмом классе четко сказала, что я буду актрисой. Я уже это решила, и мое решение не поминает никто. Так вот, когда я родилась, моих родителей по распределению отправляли... Они оба закончили корабелку здесь, в Ленинграде. Их отправляли работать на военный завод. И они оба были связаны с секретными документами по разработке некого вооружения, скажем так. Я родилась в феврале месяце, когда мне было два месяца, меня окрестили. В то время это было, ну, не то чтобы запрещено, но не очень поощрялось, скажем так. Для каких должностей родители не поощрялось. Мой отец работал начальником отдела технической документации, то есть, ну, в общем, вы понимаете. Наверняка еще член партии был, наверное. Нет, вот это нет. Это и спасло, да. Как он этого избежал, я до сих пор не знаю. И он, к сожалению, его уже нет в живых, но рассказывать об этом он не любил. Так вот, когда мне было два месяца, меня окрестили в Никольском соборе. На тот момент обряд, когда ребенка окунают в купель, был запрещен. Когда мама с моими крестными родителями подошли туда, к собору, выяснилось, что там присутствует группа неких иностранцев, которые снимают фильм о русских царях. И им нужен был полный обряд крещения. И меня снимали в кино в роли какой-то там принцессы или будущей королевы. Мама не выясняла, что это был за фильм, потому что они очень нервничали, они очень дергались. И меня окунали в купель, и вот весь обряд крещения происходил, как это положено было по церковным канонам. Ну, получается, что изначально при рождении фактически профессию мне предопределил. Предопределил Господь Бог. Господь или судьба, я не знаю. А в восьмом классе я уже четко сказала, что буду поступать в театральный. И хотя первый раз я не поступила, и, наверное, это мое счастье, потому что я поступила гораздо позже, уже совершенно случайно, когда одна моя хорошая знакомая приехала из Москвы поступать к народному артисту СССР Игорю Олеговичу Горбачеву. Он набирал тогда курс и попросил меня посидеть в качестве моральной поддержки. Я поступила, а она нет. Ну, так бывает часто. И получается, что где-то курсе на втором у нас по речи преподавал замечательный педагог и великолепный актер, заслуженный артист России Лев Михайлович Елисеев. Он меня привел на тот момент в Лен-концерт играть елки новогодние. Потом он стал со мной потихоньку заниматься, делать небольшие такие программки, минут на 10, на 15. Стал выводить меня на сцену, и в итоге на четвертом курсе моя трудовая книжка уже лежала в Петербург-концерте. И буквально через год я уже имела право сольных концертов. То есть ты фактически в Петербург-концерте уже много-много-много лет, да? Ну, уже да, у меня большой уже стаж. Я, правда, успела поработать еще в театре комедианты пару лет, но в итоге я оттуда ушла и до сих пор работаю в Петербург-концерте. Ну, что, у нас многие великие актеры, которые состоялись, и заслуженные, будем говорить, артисты, не те, которые просто присылают, а те, которых народ любит. Тоже не с первого раза поступали в театральные училища, вот, долго пробивались, но тем не менее в итоге оказались великими актерами, непревзойденными. Вот сейчас мы вспомнили Елисеева Льва Михайловича, очень хороший человек, благодаря Анне Фомичевой я с ним знаком, да, душевный абсолютно мужчина, действительно актер хороший. А с кем еще вот из таких знаменитостей тебе приходилось работать? Ну, я имею в виду не нынешнее молодое поколение, а именно те монстры нашей эстрады. Вот как, допустим, недавно ушел из жизни великий чтец-то, выскочила из головы сейчас фамилия его. С Елисеевым они еще дружили вместе. А, ты, наверное, имеешь в виду Феофанова, да? Ну, да. Да, да. В принципе, получается, что я совмещаю несколько специализаций, скажем так. Я по образованию драматическая актриса, я чтица. Это та редкая специальность, которая уже фактически исчезла, сейчас потихоньку возрождается, но все это как-то немножко уже не в тех вариантах, не в тех канонах, как учили меня в институте. Плюс я работаю на эстраде, веду концерты, поэтому я очень много с кем работала. То есть перечислять звезд. Сегодняшних звезд. И благодаря Игорю Олеговичу в свое время, который приводил нас и в Александриинский театр, и очень много мы работали на выездных концертах с знаменитыми, великими артистами. Мне очень запомнился концерт с Эдуардом Хилем, мне очень запомнился концерт с актерами Большого драматического театра. И во многом я благодарна этим людям, Андрею Толубееву, который курировал наш курс и принимал у нас дипломные спектакли. И, кстати, сказал мне тогда, мы работали в одном концерте, разговаривали, и я его спросила, где лучше работать, вот в театре или в Петербург-концерте. На что он сказал, что, деточка, ну если у тебя складывается так судьба, то не надо против нее идти, ты посмотри, что происходит. Я выпустил курс, и мои ребята сидят без работы, у меня же в театре. Поэтому не надо сопротивляться, принимай просто все, что есть. Ну, в общем-то, наверное, правильно. Ну, теперь давай ближе к нашей тематике, нашей программы. Как твоя, будем говорить, военная, армейская карьера сложилась? У тебя муж офицер, немножко, пару слов об этом. У нас очень необычно произошло знакомство. Так бывает, наверное, только в кино или в сказке. Я не буду рассказывать целиком все это, мы вместе уже 7 лет, но получилась такая ситуация, что вот где-то за 3 месяца до нашей встречи Антон, так зовут моего мужа, он развелся со своей первой женой, с которой прожил в браке, по-моему, где-то полгода. Они развелись по обоюдному согласию, и он на тот момент был свободен. А я как раз вышла замуж. Вот так. Не за него. У меня был медовый месяц, и буквально через вот 2 недели после свадьбы я попала в больницу с очень тяжелым диагнозом, флегмоной, с температурой 40, в общем, все это было крайне неприятно, мне сделали операцию. И по тому, как повел себя мой бывший муж, я понимала, что на этом все и закончилось. На третий день, когда, ну, уже более-менее я пришла в себя, я лежала в палате с девочкой, с которой мы толком даже не успели поговорить, поскольку ее привезли в еще более худшем состоянии, чем меня. На третий день ей повезло, ее операцию ей не делали, ее как-то вытащили так из этого всего. И на третий день я прихожу с перевязки, все это очень больно, я заплаканная, замученная, и глаза вообще ни на что не смотрели. И смотрю, она сидит, красится, прихорашивается, я говорю, а ты кого-то ждешь? Да, сейчас придет мой сослуживец. Я говорю, да, мне уже все равно, кто мне приходил, даже причесываться не буду. Ну, правда, просто было очень плохо. И через буквально минут 15 заходит в палату Антон. И, посмотрев его в глаза, я поняла, что это мой человек. Больше мы не расставались. Да, действительно, как в кино прямо. Ну, не жалеешь, что офицер-то у тебя муж? Абсолютно не жалею, поскольку, несмотря на то, что я родилась здесь, выросла я в Крыму. Там был один из испытательных полигонов завода «Гитроприбор», на котором как раз работали мои родители. Там был закрытый поселок городского типа. Естественно, поскольку это море, то очень много было военных моряков. Я к этому привыкла с детства. И, слава богу, нас еще воспитывали в духе патриотизма и любви к своей стране. Это были не пустые слова. И я с детства очень уважала военных, понимая, насколько тяжел их труд. И для меня вообще военные – это действительно настоящие мужчины, которых сейчас так мало. От имени всех телезрителей военных тебе большое спасибо от нас, офицеров, за такие слова. Аня, муж, насколько я с ним знаком, тоже у тебя военный медик. Да, подполковник медицинской службы, челюстно-лицевой хирург. Хорошо. Если я себе поврежу нос, я к нему обязательно обошусь, уже обращался однажды. Скажи, вот, на твой взгляд, разница между военными медиками и гражданскими реально существует? Или, в принципе, кроме погон и ненормированного рабочего дня у военных, разницы нет между медиками? Или ты не совсем компетент? Ну, что касается ненормированного рабочего дня, то и у гражданских врачей, поверь, тоже ненормированный. Там, если человек действительно любит свою профессию и ей отдается, то семья его видит редко. Это я могу сказать абсолютно точно. Разница, конечно же, и есть, поскольку военный врач, кроме своих прямых обязанностей, да, лечения пациентов, операции, он еще выполняет и обязанности военного. Допустим, вот сегодня мой муж дежурит по медслужбе на сутках. Понятно, наряды ходит. Да, потом, поскольку он служит в медицинском отряде специального назначения, это филиал 442-го госпиталя, то, естественно, мы должны быть в любой момент готовы к тому, что закомандует. И мы поехали. И мы поехали. Ты поедешь вместе? Ну, а куда ж я денусь? Хорошо. Не, ну, бывают такие жены, что уже куда-нибудь отправляют на Дальний Восток. Она-то езжай, мне тут и в Москве, и в Питере хорошо. Я тебя подожду. Буду любить тебя на расстоянии 7 тысяч километров. На самом деле такой страшный вопрос, поскольку далеко не все. Мне, в каком-то смысле, мне повезло. Мы вместе 7 лет, и по гарнизонам я особо не моталась. Хотя что такое бытовая неустроенность, я знаю прекрасно. Когда я родилась, у нас была квартира на углу Горохова и Загородного, которую мы потеряли в 83-м году, поскольку умерла бабушка, и понятия собственности в себе не было. И когда я в 17 лет, закончив школу, вернулась сюда, то я вернулась в никуда фактически. 91-й год, развал страны, как вы помните. В общем, все это было печально. Съемные углы, общежития. Так что неустроенным бытом меня не напугать. Я в своей жизни кем только не работала. И уборщицей приходилось, и строителям. Поэтому уехать куда-то в дальний гарнизон и чего-то там бояться, для меня это не проблема. Моральный аспект, конечно, да. Тут еще такой момент существует, что и у меня, и у моего мужа родители, пенсионеры живут очень далеко. И самое страшное как раз не жизнь где-то в забытом богом месте, а то, что в нужный момент я могу не успеть помочь близкому человеку. Вот это гораздо страшнее. Потому что ни для кого не секрет, да, зарплаты военнослужащих и вообще все условия жизни, службы, тем более какой-то дальний гарнизон, это даже не самое страшное. Страшнее, если, не дай бог, начнется какая-нибудь заварушка, какие-то стычки военные. И вот это будет гораздо страшнее, поскольку я вот знаю, что та часть, где сейчас служит мой муж, по-моему, с 1995 по 1999 год, у них были постоянные командировки в Чечню. По полгода они там жили. И за вот эти четыре года через их руки прошло более десяти тысяч раненых. И если в 99-м году все, кто туда, все врачи, которые туда ехали, они вернулись все целы и живы, то в 95-м году были жертвы страшнейшие, страшнейшие среди именно врачей. Грустная статистика, но, к сожалению, это наша жизнь. И наши офицеры, будь то медики или мотострелки или танкисты, говорят, есть, когда им приказывают, и едут выполнять. Ну, в конце... Свои воинские долги, иногда ценуя свои собственные жизни. В конце концов, военные знают, какую профессию они выбирают. А у моего мужа получается, что у них по мужской линии все потомственные военные. Хорошо. Так что он точно знал, куда он шел. В династии, да. Вот скажи, у мужа, как у офицера, наверняка много друзей офицеров. Да, много. Я сам по себе знаю, офицерская дружба, она очень крепкая, сильная. Особенно однокурсники. А вот, да, среди жен у вас есть дружба, допустим? Да, мы общаемся и помогаем друг другу. Довольно часто встречаемся, ну, по мере, конечно, возможностей. То есть, если какие-то семейные праздники, то ходим друг к другу в гости. То, что я просто жил, когда в гарнизоне там, в отдаленном, там понятно, там делаться-то некуда. Вот мы все на виду, а вот в условиях Петербурга город большой, вроде как теряемся, каждый разбежались. Кто-то в Купчино, кто-то на просвещении живет, кто-то там в Павловске, кто-то в Сертово. Получается, что очень ценные эти встречи, которые, пусть они бывают нечастые, но они очень теплые. И, собственно, а как без друзей? В большом городе как раз очень страшно оказаться в одиночестве. Это да, это да. А вот вернемся к твоим творческим делам, к твоей профессии. Приходится выступать перед военной публикой? Приходится, причем... Насколько можешь охарактеризовать эту категорию зрителей? Дело в том, что, когда мы учились в институте, Игорь Олегович практиковал такие выезды с концертами в военные части, к пенсионерам. И он был прав, потому что мы набирались опыта на этих концертах. Конечно, я так сейчас вспоминаю, что мы делали. Это были робкие первые попытки. Но я думаю, что публика это ценила, поскольку это было действительно от души и от чистого сердца. И мне очень запомнился один выезд в Каменку, в военную часть. Это был, наверное, 96-й год. Мы, голодные студенты, ехали в эту военную часть очень долго, я помню, осень, ноябрь месяц, какое-то все хмурое, дождь, холод. И мы заблудились. По дороге мы опоздали на целый час. И в итоге весь этот час... Тогда еще мобильных телефонов не было, да, и позвонить. Весь этот час ребята, солдаты сидели в клубе в нетопленном, ждали, пока мы приедем. Для меня это было потрясением огромным. Я еще тогда так не сталкивалась напрямую с реалиями военной жизни. В итоге мы провели концерт, он прошел на ура. Нам показали, как живут солдаты, показали казармы. Ну, вот первый раз я как раз побывала, посмотрела на солдатский быт, и потом нас повели в столовую. Год был 96-й, я еще раз говорю. Время очень тяжелое. Все военные части старались держать какие-то подсобные хозяйства, чтобы кормить солдат. Да, потому что тогда из зарплаты денежные довольствия не платили по полгода офицерам. И эта часть, да, не была исключением. Изучение было очень тяжелое. Мы пришли в офицерскую столовую, там был накрыт стол. И я помню, что на столе стояли две баночки сардин, открытые, маринованная свекла, кислая капуста, которая пахла так, что вот хотела изъезжать. И как нам потом сказали, что вот эти две баночки сардин, это было последнее, что осталось в части из консервов, и их отдали именно нам. Отдали артистам, да. Да, тоже очень было жалко ребят. Пришли офицеры кушать, нас накормили гороховым супом. И такие серые, это даже макаронами не назвать, это что-то похожее на бумагу, которая развалилась от прикосновения вилкой. Третий сорт какой-то. С кусками сала, да. И я тогда спросила, а чем же кормят солдат? Ну, что мне ответили, шапнель номер пять. Вот, но тут понятная ситуация, что было такое время, и, в общем, это наша история, от этого никуда не уйдешь. В дальнейшем мне очень много приходилось работать с военными, и с солдатами-срочниками, и с офицерами. Ну, и, собственно говоря, вот мы с тобой познакомились в 6-й армии ВВС и ПВО, да, которая тогда еще была на Дворцовой площади. А в последнее время я очень много сотрудничаю с военными оркестрами, веду концерты именно военных оркестров. В том числе и наш западного военного округа, как он теперь называется. Да, 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 да. С Ткаченко. Ясно. А вот такой вопрос насчет солдат, быта заговорили. Как считаешь, один год службы в армии солдату достаточно, чтобы подготовить хорошего специалиста в запас? Ну, это просто смешно. Конечно же, нет. Одного года недостаточно, потому что только полгода идет привыкание к новой обстановке. Человек как-то начинает осознавать себя, а получается, остается полгода, и все, и ему уже уходить. Конечно, подготовить за это время никого не реально, тем более на флоте. Ведь раньше на флоте вообще служили три года, именно потому что там очень сложное оборудование и специфика своя. Мой отец, кстати, в свое время служил на флоте, несмотря на то, что ему не очень позволяло здоровье, тем не менее службу он прошел. Но с другой стороны, я очень много сейчас разговаривала с матерями, у которых подрастают дети, и сейчас будет стоять вопрос о том, дают они их служить или нет. Конечно, большинство против, даже не потому, что они не хотят, чтобы их дети просто шли в армию, они боятся за своих детей. Потому что здесь получается как рулетка, вот повезет, не повезет, попадет в хорошую часть или нет. Я недавно летом слушала, случайно слышала разговор двух женщин, одной из которых, сын пришел только вот из армии, и она была поражена тем, как он изменился, как он возмужал, какой он стал взрослый, что он не стал сидеть там отдыхать два-три месяца, как ему мама предлагала, значит, после армии. А он тут же пошел, устроился на работу, что я мужчина, я должен зарабатывать деньги. То есть это перемены к лучшему. Но сколько мы видим страшных передач, да, когда приходит тело в цинковом гробу, и мать даже не знает, по какой причине умер ее сын. Поэтому тут, конечно, специалиста подготовить нельзя. Но то, что должны быть какие-то изменения, это точно. Буду надеяться, что нынешняя реформа рано или поздно пойдет в нужное калию и русло. Ну а потом ведь, получается, дискредитирована сама сущность военной службы. Ведь вот мое поколение, да, мы, это когда я росла, это было почетным, это считалось, ну, привилегией даже. А сейчас? Ну что, Аня, с тобой очень интересно беседовать на военной теме. Я даже не ожидал. Вот мы так в жизни все больше о творческих вопросах. А тут вот на программе поговорили об армии. Довольно-таки проявляешь высокую компетентность. Я думаю, что в перспективе мы еще раз пригласим тебя, поговорим о том, о чем не договорили. Пару слов нашим телезрителям на прощание и будем прощаться. Я желаю всем людям в погонах мужества и веры. И пусть сейчас тяжелая ситуация, но спасибо вам. Вы наши защитники, наша опора без вас. У нас в гостях актриса Петербург-концерт Анна Фомичева. И я, ведущий Алексей Краев, прощаемся с вами. Честь имею.